Девушки отдыхают Девушки-красавицы сегодня собрались Посему хочется напомнить телефон Прямого эфира 202-11-22 И вопрос вам Не на засыпку, а для размышления Вдруг кто-то захочет нам позвонить Ответить Во-первых, сегодня у нас вновь фотоконкурс Мы разыгрываем пригласительные на концерт Юлии Славянской Программа называется «По Руси моей пойду» Состоится на 30 мая в КРЦ «Звезда» Вот, пожалуйста, такие веселые у нас Ребята Пытаются грызть баранки в бублике Что там у них, я не знаю Может быть у вас родится какая-нибудь строчка Может быть какие-то мысли эта фотография вызовет Звоните Поощрительный приз, билеты в кино Ну и вопрос сегодня всем И мужчинам, и женщинам Хотелось ли бы вам иметь в своем гардеробе Какие-то предметы, одежды С национальными узорами, орнаментами Или просто вот что-то такое Исконно русское Вот я вот очень люблю эту тему И вот сама сижу в платье практически под гжели И всегда стараюсь как-то вот эту тему не обходить стороной Потому решил ее поднять масштабно Давайте знакомиться с нашими гостями Здесь у нас в студии Этнограф, фольклорист Елена Васюткина Здравствуйте И заведующая отделом этнографии музея Мини Алабина Наталья Лосева Здравствуйте Добрый день Прекрасно выглядите Спасибо Если бы я вас увидела на улице Я, наверное, бы подбежала обязательно И сфотографировалась Как часто вам приходится вот так наряжаться? Елена, есть какие-то такие поводы Когда вот хочется надеть и пойти в люди, в народ? Ну, в народ, на улицу, наверное, вряд ли сейчас так получается выйти Если только проводятся какие-то мероприятия У нас в городе они в последнее время проводятся Ну, чаще, чем раньше, скажем так Это хорошо, потому что раньше, конечно, было маловато Сейчас и выставки, и какие-то фестивали, и вечерки И вот и в музее Алабина Натальи Юрьевны проводятся вечерки И Самарский центр русской культуры у нас проводит сейчас регулярно вечерки То есть есть куда выйти Нарядиться, выйти в люди, понятно Наталья, а у вас вот как с этим обстоит? Ну, в музее тоже проводят мероприятия И именно те мероприятия, когда нам необходимо быть наряженными, быть в образе И я честно признаю, что мы, не смущаясь, можем выйти в этом наряде На улицу, можем там передвигаться по городу Какие-то небольшие расстояния У людей вызывает, конечно, реакцию Присутствие костюма Как правило, это еще инструменты Как правило, люди понимают, что это какое-то событие Праздник, там, святки, допустим Либо пасхальная неделя, либо троица Ажиотажа вот вокруг музея уже не вызывает Но если где-то вот в других частях города Да, конечно, мы приковываем внимание Подходит, спрашивают Спрашивают, подходит, конечно Фотографируют? Да, фотографируют Иногда замечают, что обращены на тебя и телефонные камеры, и фотоаппараты Конечно, это привлекает внимание И определенную зависть в глазах публики можно заметить Оказалось бы, лет 200, да, прошло? До 150 150 даже, с того момента, как по улицам Самары ходили вот такие вот барышни Или не по улицам Самары Вы расскажите сегодня, в чьих костюмах, чему посвящены они, по какому, может быть, эпохе, какой год И кто мог ее носить, вот этот вот замечательный, вот такой вот наряд красивый Это костюм, конечно, не городской, тем более не, как бы, ну не 20 века точно, потому что 19-20 век городской костюм это уже все-таки другой немножко тип Более сдержанный, да? Это более сдержанный, это обычно, то есть либо юбка с кофтой, либо парочка, то есть это больше уже вот, ну ближе все равно к нашей сейчас одежде А это все-таки костюм деревенский, крестьянский костюм, вот на мне, в общем-то, ну можно сказать, что это Самарской области костюм Если учесть то, что у нас в Самарской области, ну вообще очень сложно сказать, какой вот именно костюм характерен для Самарской области То есть нельзя поглядеть на платье и сказать, вот, это точно Самара Вот это точно Самара, это очень сложно, потому что у нас здесь, ну в силу исторических причин, настолько смешение идет вот этих всех культур, то здесь можно встретить там и Тамбовский, и Воронежский в одном селе, причем там с одного конца один костюм, с другого конца совсем другой И при этом они еще между собой все перемешиваются. То есть есть такие традиции, где можно точно сказать, вот это воронежский костюм. То есть его уже ни с чем не перепутаешь. А самарский сложно? А самарский сложно. Но хотя есть, говорят, что вот такой вариант наш, как самарская парочка. То есть это уже немножко ближе все равно к нам. Но на мне такой достаточно универсальный. То есть фартук у меня сделан по образцу из Саратовского музея. То есть это село очень близко тоже к нашей Самарской области. Ну, Саратов-Самара вообще побратимо. Саратов-Саратов, мы очень рядом. Как что называется на голове? На голове это платок барановский. Это, как сказать, очень популярный такой вид одежды был. То есть из них, это барановские ситцы. То есть это не только платки делали. Из них могли, например, шить целые сарафаны. Но вот сейчас достать, например, такой ситец его невозможно, потому что их уже не делают. То есть это платок, это тоже он вот там где-то века с 19-го, с 18-го лежал. То есть это уже такая раритетная вещь. То есть это, как правильно назвать? Эксклюзив. Ну, эксклюзив, в общем-то, да. То есть нового сейчас такого не делают. Это вот такой вариант повязки. Он имитирует девичью повязку. Ну, похоже на такой мини-кокошник вроде как. Да, да, да. То есть это идет имитация, но в виде платка. Потому что, во-первых, помягче и удобнее. То есть можно его разложить, например, сложить уголочком, завязать вот так вот вниз. Но это все опять будет, это будет опять по-девичьей. То есть у меня вообще сейчас, как бы, хотя мне не положено, потому что я девушка замужняя, но у меня сейчас вот девичий. Это не головной убор. В первую очередь за счет того, что у меня открыта макушка. То есть у меня видно волосы здесь сверху. Если бы у меня был женский, то я была бы вот как Наталья Юрьевна. У меня было бы не в основном закрыто. То есть кроме мужа волосы, как бы, видеть, не имеет права никто уже после сверху. А, кстати, сейчас такие вот, как их называют практически, а-ля челма, там вот что-то такое платки есть, очень модно. Очень, да. И причем у русского тоже платка очень много вариантов завязывания. То есть это вот самые простенькие, где вот тут один платок. Собралась быстренько, так, и пошла. Быстрый раз и побежала, да. Так, вот то, что здесь вот спереди. Это называется гердан. Это техника ткачества бисером. Вот если будет время, то мы сегодня с вами попробуем немножко, как это все делается, да. Рисунок тоже что-то? Рисунок, ну, в общем-то, универсальный такой, как бы, женский символ. Это вот квадрат, и разделенный на полосы – это вспаханное поле. То есть вообще у земледельческих народов, у них в основном распространен рисунок именно вот геометрический, то есть идет квадратами. То есть это вот это поле распаханное. И при этом, то есть как бы, если пустые, например, вот эти квадратики, то это больше девичий символ, то есть это поле незасеянное. Незаполненное. А если там вот какие-то точечки внутри, то это уже поле засеянное, то есть это уже идет женский символ Я вот ладенец ношу, верю, что он мне помогает тоже в каких-то моих женских делах Пояс, что означает? Пояс, ну это вообще... Как-то называется? Ну это, пояс называется кушак или точно так же просто пояс То есть тоже это вот вы сами уже, да? Это, да, это техника, это качество на дощечках На дощечках Пояс вообще обязательно всегда в костюме присутствует, то есть если он не присутствует сверху, то он должен обязательно быть внизу То есть вообще без пояса человек не ходит никогда Даже когда рождается ребенок, ему обязательно перевязывают ниточки какой-то, то есть этот самый первый поясок И потом мама его где-то хранит И возможно там иногда на свадьбу, то есть вниз тоже как в качестве оберега его поддевают То есть без пояса, если вот еще самых стареньких бабушек можно было когда-то застать там То она всегда обязательно одевает пояс Если сверху здесь нет, значит он у нее внизу там обязательно надет всегда Ну, Наталья, расскажите про себя, откуда у вас такой костюм? Костюм уже пошитый, понятное дело, сейчас Но пошит он как раз близко к образцам музейным Круглый сарафан, сарафанов было великое множество Ой, какие любые сарафаны Вот это вот самый распространенный, московский или круглый сарафан Фактически, вот в нашем представлении, ну это труба такая вот собранная Просто прямой крой Прямой крой, собранная по верху, могла быть спинка ниже переда Он мог быть, допустим, под грудью, но это все равно был круглый сарафан Здесь вот для его изготовления использовали ситец, ну тоже достаточно старый Такой вот 50-60-х годов ситец Может быть там цветочек был помельче Но в любом случае сейчас очень сложно найти людям, которые реконструируют костюм Ткани близкие по цвету, близкие по фактуре к тем, что были И на мне также обычная туникообразная рубаха Можно сказать, что вот на мне костюм, такой ежедневный костюм В котором могла ходить крестьянская женщина Нарядилась и пошла Выгнала скотину Занялась домашними делами Занялась, вышла на огород То есть вот так могла ходить женщина, крестьянка в селе лет 150 назад Если зима, то это, наверное, что-то сверху накидывалось Если зима, да, конечно То есть это теплая одежда Ну а летом, и мне тоже сегодня захотелось полегче одеться, поскольку тоже жарко Это вот такая рубаха То есть это были ситцы, фабричные ситцы уже в начале 20 века Причем рубашку могли делать из двух тканей Верхнюю часть могли делать из покупного фабричного ситца А вот нижнюю часть могли делать из домотканина Была дешевле, была доступна То, что не видно То, что не видно Иногда фабричный ситец доходил вот немножечко до ниже линии верха сарафана То есть вот до груди А дальше уже шла домотканина Фабричный покупной был более дорог Красив, наверное Да, красив, ярок Причем иногда вот в фондах музея смотришь Ну думаешь, какого же цвета создавать сейчас одежду Непонятно А иногда смотришь на вещи розовой, фуксия, оранжевый Откуда? Фабричные они леновые красители Они с 19 века были в обиходе Понятно, такие яркие, красивые, насыщенные цвета Они привлекали внимание И в фондах музея хранятся действительно такие вот достаточно яркие предметы Которые вот в крестьянской среде бытовали Причем надо сказать, что и по сей день они сохраняют свой цвет И не выгорают Берите пример называть А вот у вас платок двойной, так надо? Или это просто так? Ну нижний платок белый, он как бы вот такой вот То есть подник лицу, часто очень в мелкий какой-то рисунок был Верхний платок мог быть более парадным Ярким, красивым, красным очень часто Красный вообще присутствовал в одежде женщины Вот в тот период, когда она могла быть матерью Начиналось это с момента взросления С того момента, когда девушка физически созревала В ее одежде появлялся красный цвет Чем больше было красного цвета Тем ближе девушка была вот в совершеннолетии От взросления На выданье Да, мужество, да, совершенно верно На выданье Вот это изобилие красного цвета Оно привлекало внимание молодых людей Красный цвет был обязательным элементом свадебного костюма Особенно костюма второго дня свадьбы Когда уже социальный статус менялся Из разряда девушек, просватанных девушек Она становилась молодухой Молодухой она была Такое смешное слово, молодуха Смешное слово, но с моей точки зрения очень красивое Очень емкое Такое емкое И сразу давало понять окружающим, что вот молодуха Эта женщина, она в центре внимания Она, кстати, имела возможность Вот период после замужества, до появления ребенка Одевать свадебный головной убор В праздничные дни, в какие-то вот на выход Подчеркивая, да? Да, подчеркивая свой вот этот вот статус молодухи Рождался первый ребенок И становилась одежда уже немножечко поспокойнее Ну и если мы посмотрим как бы на фотографиях одежду женщин пожилых То это, скорее всего, одежда, в которой не будет красного цвета Одежда, в которой будут преобладать либо темные тона Ну, черный, серый, коричневый Либо это мог быть просто белый цвет Белый цвет без каких-либо украшений Без вышивки, без чего бы то ни было В этнографическом музее в Санкт-Петербурге Есть замечательная фотография в одном из залов Она мне очень нравится Старик со старухой Сидят на заваленке И на нем белые парты, белая рубашка На ней белая рубаха Больше ничего, даже сарафана на ней нет То есть вот одежда очень четко прослеживала возраст человека Если сейчас мы, глядя друг на друга, можем только предполагать Сколько человеку лет В каком статусе Да, в каком статусе, социальном статусе он находится То одежда давала эту информацию очень четко И показывала окружающим Друзья, ну вот заслушаться можно По-прежнему у нас актуален вопрос Хотелось бы вам включить в свой гардероб элементы национальной русской одежды Может быть рубаху Некоторые, кстати, знаю, вводят в свой гардероб Расшивают и белые обычные рубахи И просто носят какие-то элементы И кушаки, и свадьба тут уж у многих Совсем-совсем проникается И желанием, чтобы сделать что-то красивое, яркое, колоритное Звоните 202-11-22 По-прежнему у нас висит фотоконкурс Разыгрываем пригласительный на концерт Юлии Славянской Который состоится 30 мая в КРЦ «Звезда» 19.00 Программа называется «По Руси моей пойду» Поощрительный приз за билеты в кино, в киномечту Что-нибудь, может быть, вы хотите спросить у наших героинь? Звоните 202-11-22 Ну, мы сейчас перейдем уже непосредственно вот к тем вашим практическим занятиям Которых вы и сами занимаетесь, и людей обучаете Что такое «Украса»? Расскажите нам, Елена «Украса» — это клуб русского традиционного костюма Мы занимались созданием русского традиционного костюма непосредственно Но мы, то есть, изначально мы начинали шить небольшие модели То есть не в полный человеческий рост Потому что создать, например, там и архангельский, и воронежский, и самарский какой-то костюм И все это в полный рост Это, во-первых, ну и материально достаточно все-таки накладно И по времени занимает очень много Мы шили небольшие модели, то есть, ну, на такую... Как на куклу Как на куклу, такую достаточно большого размера Но при этом с соблюдением всех техник То есть всех правил кроя, всех правил украшения и так далее И, то есть, мы попробовали сделать костюмы различных областей Попробовали разные фасоны Потому что сарафан, он бывает не только прямой Бывает очень большое количество, ну, разных фасонов сарафана То есть, бывает косоклинный сарафан Бывает, опять же, такой же, там, подгрудный сарафан Бывает юбка, панёва То есть, это уже западно-русская, южно-русский костюм И мы попробовали все фасоны эти сшить сначала в маленьком варианте А потом участники клуба, они шили уже на себя В полный рост костюм, который им, ну, больше всего приглянулся Вариант, который им больше всего понравился То есть, они у меня и вышивали полностью тоже себе блузки и фартуки Но вот, к сожалению, принести я не смогла, поскольку Основной вот у нас костюм Самый лучший, который получился у участницы Она у нас сейчас в декрете сидит с третьим ребёнком И она не совсем успела его доделать Но там очень красивая вышивка У нас есть фотографии наших занятий Да, занятия Ну, давайте сначала посмотрим презентацию, да Собственно, что такое украса и как вообще это всё выглядит Внимание на экран Если сейчас увидите какие-то фотографии Лен, комментируйте, не стесняйте Ну, это просто, можно сказать, наша аббревиатура такая Значок Сейчас уже, получается, этим вы не занимаетесь пока Сейчас я сама тоже в декрете Поэтому клуб в данный момент Клуб прям, это, располагает Я так понимаю, хорошей личной жизни Увеличиваем количество участников Вот этот, кстати, костюм саратовский Вот мой свадебный костюм был сшит вот по этому образцу Который вот сейчас предыдущий был белый Это вот тоже музейный образец Ой, очень быстро Музейный образец, это была саратовская тоже парочка Вот это как раз больше городской вариант был костюм Это орнаменты Это орнаменты Мы обучались разным видам вышивки Точно так же крест, вот, например, счётная гладь А вот это папоротник или что это? Это там свастика, по-моему, немножко такая Солнечные знаки Это вот как раз сейчас был фартук, по которому сделан мой по образцу Мы обучались в качеству тоже различным техникам на дощечках На бердо, на ниту И вот круглые кушаки тоже, это техника в бутылку Ну, а нет ли желания снова там забрать Вот такие вот гайтанчики, да, мы делали Набрать группу Есть, есть, ищу место на следующий год, где бы нам Это вот просто музейные фотографии костюмов В таком уже разукрашенном Вот тоже наши изделия гайтанчики То есть вообще прям действительно русский дух Ну, это вот тоже маленький вариант То есть как бы для пробы мы делали, ну, в миниатюре всё А потом уже они делали, девушки, полный вот А откуда фотографии? Фотографии вот эти из интернета Здесь тоже вот различные варианты разных областей костюмы Вот северный, например, костюм Красота неописуемая То есть даже вот обратите внимание, вот этот огромный кокошник То есть сейчас идёт такая тенденция, что как бы в русском костюме Вот этот вот кокошник, это всё советских времён идёт влияние И как бы очень многие филклористы, это вот воронежский костюм Они к этому относятся так как-то свысока Но на самом деле вот этот огромный кокошник, северный костюм Он действительно всегда присутствовал Это локальная традиция, хорошая Царатовский костюм тоже Вот у неё платок повязан по тому же типу, что сейчас на мне Ну, сколько девушек у вас обучалось, занималось так вот на вскидку? Ну, основных таких участниц у меня было четыре Таких ответственных Да, и прихожие таких, кто захаживал на один какой-то интересующий конкретно их мастер-класс У нас есть, да, фотографии занятий, если вы не против, давайте посмотрим Я напомню, что мы работаем в прямом эфире 202, 11-22 Говорим про русский национальный костюм, исторический костюм Хотели ли бы вы включить в свой гардероб элементы русского костюма? Позвоните нам, поделитесь своими мыслями А сейчас фотографии занятий, может быть, кто-то даже себя узнает Я даже узнала Там на занятиях у нас мало фотографий То есть у вас была мастерская, где вы, собственно, всему этому обучались? Да, 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 вот это вот мы делаем раскрой блузки Вот это такие пробные разные техники вышивки, варианты А чем вышиваете? Обычными нитками? Обычными нитками, то есть если счетная гладь, то это, скорее всего, мулине Вот это вот Наташа Галдина, тоже кроет блузку Вот как раз которая сейчас сидит с дочечкой Это любительница красивых длинных платьев, Юля Да, да, да Слушайте, ну ткани тоже какие-то у вас вообще не нравятся? Ну, как сказала уже Наталья Юрьевна, очень сложно сейчас, конечно, подобрать Либо заказывать, либо... Что вот оно действительно было... Есть сейчас, да, можно заказать через интернет Но это, конечно, уже достаточно накладно А сейчас даже печать есть какая-то на ткани, что можно любой рисунок, в принципе... Ну, тоже дорого, но ради какого-нибудь события То есть мы пробовали на обычных тканях А потом уже, когда мы выбрали, что мы будем конкретно делать То есть там уже шла подборка, конечно, гораздо тщательнее Ну, сегодня есть еще много всяких аксессуаров В частности, вот у Натальи висит что-то на поясу На поясе Это не только у меня, у Елены тоже на поясе Где? Что это у вас? Такое ощущение, что это прихватка какая-то Нет, это не прихватка Это вот что-то наподобие вот этого, да? Да, вы можете перевернуть и увидеть, что там как раз элементы крепления В которые вставлялся в пояс Это карман Для конфет Да, называется он лакомка или лакомник Вы все абсолютно угадали В народном костюме нет карманов Их не предусмотрено И сумочки тоже женщины не носили А сумочку-то хотелось очень сильно И, соответственно, незамужняя девушка, и Диана Гуляния Сюда могла лакомство действительно положить Конфеты, там орешки, что любимый подарил, занес Откуда? Это называется память веков или что? Это опыт поколения? А женщина замужняя, она в такой карман могла положить, допустим, ключи от корабьи Какие-то денежки небольшие, если ей надо было на базар пойти В мужском варианте подобная система хранения на поясе Она могла называться кесет Но вы наверняка вспомните, что носили в кесете Носили табак, огниво, трубку То есть то, что мужчине было интересно Вообще пояс – это была целая система ношения предметов Если мы будем рассматривать, допустим, пояс охотника или пояс пастуха То это вот пояс монтажника напоминает сейчас Что это такое, да? Да, совершенно верно Объемное, много всего То есть носились какие-то нужные предметы Могли носиться, допустим, для пастуха туда кнут затыкался Какие-то мази, притирки, еще что-то Чем можно было животное полечить в поле Для женщины это был обязательным элементом вот такой вот карман-лакомник Причем в ходе своей экспедиционной деятельности Я могу сказать, что он существовал у мордвы Что он существовал у чувашей, у русских Встречаются такие карманы-лакомники И вот на Елене как раз карман-лакомник Который выполнен в такой лоскутной технике На мне тоже Он выполнен в лоскутной технике Вот выражение наверняка слышали Не выносить ссоры за збы Так Мы как понимаем, то есть не скандалить на людей Да В прямом смысле это означает рачительную хозяйку Которая каждый лоскоточек, каждый кусочек ткани Применяет в дело Вот эта лоскутная техника, пэтчворк Который функционируется, да, как традиционное ремесло Американских идейцев Оно бытовало у народов, у всех практически То есть мы первые и здесь Мы и здесь первые тоже Красота Поскольку вот такой лакомник чаще всего делали Из каких-то маленьких остаточков Делали на достаточно жесткой плотной основе Крепили к поясу Про пояс уже Леночка рассказывала И он был обязательным элементом Вот как и девичьего, так и женского костюма И в него уже можно было спрятаться какие-то важные, нужные вещи А что за бусики у нас тут сегодня еще лежат? Ну это тоже мы осваивали такую технику немножко Я в этой технике не ас, но кое-что успела научиться Это берестяные бусы, то есть это настоящая береста И здесь несколько элементов То есть вот такой квадратик, он называется шуркунок Это такой достаточно распространенный оберег Там внутри Что-то шуршит Там горошек или, ну то есть крупа какая-то И просто такие вот маленькие бусики То есть в итоге из них получается собрать Вот такое достаточно объемное украшение То есть можно носить, например, отдельно Сегодня здесь у нас еще тоже варианты поясов Я так понимаю, какие-то, да, интересные? Сами все делаете? Да, эти пояса, которые делались вот Еленой Мной делались пояса Как вот Лена сказала, пояс был обязательным элементом костюма А для девушки это тоже был способ показать себя Своё умение украсить пояс Вот если вы посмотрите, то кисти достаточно объемные Еще украшенные бисером Да, допустим, это могли быть вот такие вот кисти Общие объемные Да, они такие объемные И красивый тканный пояс Он мог спускаться буквально к подолу с рафана Соответственно, уже там юноша присматривался То есть как девушка ткет, как девушка шьет, как вышивает Как гайтан плетет И уже мог себе выбирать хозяйку в дом Хозяйку в дом в первую очередь Я хотела спросить, у нас еще рядышком со мной вот здесь рубаха лежит Вот, если честно, хочется прям вот зайти домой И встретить, да, мужа своего, который у тебя встречает в такой рубаке Праздничная или повседневная? Это вариант здесь вот такой? Ну, это вообще, это венчальная рубашка, которую я вышивала мужу своему То есть он непосредственно в ней венчался, да Но вообще, ну, некоторые этнографы указывают на то, что почему не сохранилось мужских костюмов в музее гораздо меньше, чем женских? Потому что, в принципе, у мужика было две рубахи Одна праздничная, одна повседневная И вот когда повседневная приходила в полную негодность, праздничная переходила в разряд повседневной То есть праздничная шилась новая Поэтому, ну, сложно Ну, вот это, конечно, такой все-таки праздничный вариант Во-первых, он белый Потому что все-таки достаточно маркий цвет Ну, и классический вариант, то есть с красной вышивкой Здесь техника тамбурная и счетная гладь тоже идет Ну, а как вы давно этим всем занимаетесь? Как вы к этому пришли? Как стали интересоваться костюмом? Есть какие-то такие исторические подоплеки, контекст какой-то? Тянуло всегда? Ну, для меня, наверное, моя специальность, работа, она продиктовала уже дальше и интерес Я один с половиной лет являюсь сотрудником музея Алабина И до этого пять лет получала образование в Академии культуры и искусств На культурологии Тогда специальность называлась региональная культура и этнография Ну, все тут уже все ясно Да, все было уже определено В студенчестве, конечно, интерес к костюму Это что-то выучить к зачету, прочитать, сдать экзамены В музейном пространстве костюм становится уже предметом изучения И, конечно же, в детские мероприятия, какие-то событийные мероприятия для музея Стали диктовать необходимость быть одетым соответственно Ну и дальше уже появились люди, которые помогают Люди, которые консультируют, что-то шьем сами, что-то заказываем Есть уже мастера, которые специализируются именно по пошиву традиционного костюма Иногда, как в Ленином случае, учеба и увлечения тоже стали для нее таким вот судьбоносным Судьбоносным, она расскажет сама Друзья, пока сейчас есть небольшая пауза Напомню, что у нас продолжается фотоконкурс Вы не стесняетесь, обычно что-то активничаете Сегодня затаились, заслушались 202.11.22 Если есть желание, получите билеты в кино Или на концерт исполнительницы Юлии Славянской 30 мая в КРЦ «Звезда» Звоните Ну, может быть, у вас какие-то есть вопросы к нашим гостям Может быть, хотите поучаствовать в фотоконкурсе Ну и, конечно же, мы задаем сегодня вопрос Хотелось бы вам, может быть, включить в свой гардероб какие-то элементы Вот такой русской национальной одежды Почему нет? Может быть, не хотите Это все в прошлом, сейчас нужны новые тенденции какие-то Ну, хотя, что говорить про тенденции Возвращается тот самый стиль а-ля рюс Платье в пол, орнаменты всякие-всякие Так что все это, на самом деле, мне кажется, очень актуально Елена, ну расскажите, как вы-то к этому пришли? Понятно, что тоже наверняка образование профильное Образование, да, причем у меня есть среднее образование Я фольклориста, то есть это, ну, грубо говоря, народный хор То есть я начала петь еще с детства То есть в детский фольклорный ансамбль Естественно, нужен костюм Сначала начинала шить мама И, конечно, сначала это было что-то такое стилизованное То есть там с огромными цветами на подоле С кокошником, все как положено Потом постепенно, уже когда поступили в училище То есть нам преподаватель наш стал говорить Что вот есть ведь еще и традиционное Что надо бы традиционный костюм И уже как-то потом в это постепенно мы начали Закапываться, смотреть, а как оно на самом деле сшито То есть вот именно те натуральные выкройки Те натуральные вышивки И вот как-то постепенно-постепенно это настолько затягивает Потому что когда есть там один вариант костюма Уже сразу хочется еще и другой Потому что вот там в цветочек-то сарафан есть А в клеточку нету А в клеточку тоже хочется Затягивает очень сильно И вот оно настолько, то есть у меня сейчас уже сшит их Считай, мной и мамой Например, у меня костюмов, наверное, ну, восемь точно есть Надо выставку устраивать Надо устраивать дефиле Ну, дефиле в народном понимании это вечерки Хорошо, давайте устроим вечерку Пригласим, походим в костюмах, я не знаю Пофотографируемся И в конце концов, может быть, как раз-таки кто-то и запишется Вновь и вновь, да, на какие-то вот эти вот клубные посиделки В конце концов Если есть желание, друзья, научиться чему-то Я думаю, девушки вам не откажут Посвятят какое-то время свое Но, естественно, я думаю, что не просто так В конце концов каждый труд должен оплачиваться Мы говорим о том, что у нас здесь русский дух И Русью пахнет в том числе Наверное, сейчас хочется вам показать опрос На улицу мы привели наших горожан Какой город России, какое место в России Они хотели бы поехать летом Разный ответ мы получили Давайте посмотрим Если в юности То была такая книга, автора не помню Повесть Ой, четвертая высота Вот, это первая моя книга Которую я сама прочитала Это наши Сейчас скажу Пионер-герои Так Вот, а вообще люблю два капитана Если и старше, усагу о форсайтах Вот, ну, даже хождение по мукам Разнообразно Моя любимая книга на данный момент Это Виктор Гюго «Отверженный» Мне очень нравится Вот, я сейчас читаю Это, на самом деле, очень интересно Несмотря на то, что она очень объемная Вот Моя любимая книга Это, наверное, «Онора де Бальзак» Об Екатерине Медичи Потому что она раскрывает Правление этого человека Этой королевы С разных сторон Ну, можно взглянуть с разных позиций На те времена Это очень интересно и увлекательно Книга Любимой нету Последний читал «Сталкер» «Преступление и наказание» Мне очень нравится Потому что Раскольников хотел помочь людям Он помог Ну, он убил старуху Моя любимая книга У меня много любимых книг Но Одна из них, в принципе, написана автором Митчелл Сэнди Называется «За императора» Это фантастика Достоевский идет Моя любимая книга Ви Гоголя Прочитал ее в детстве В принципе, после этого перечитывал еще пару раз Очень нравится Из последнего Из последнего, если Так что-нибудь вспомнить Ну, Достоевского я читал Да, братьев Карамазовых Сложно, но понравилось Я бы вообще на Дальний Восток съездил куда-нибудь Если бы это было возможно Но на самом деле у нас По России ездить гораздо дороже Чем поехать в Египет или в Турцию В Прибалтику Вообще запад Юг не люблю Жарко очень Новочеркасск Потому что это очень красивый город Там очень добрые люди Ростов Ну, потому что Ну, потому что это южнее, во-первых Во-вторых, там тоже красивая архитектура Мне Самара нравится Тут я сам не самарский Вот Я, как бы, иногда езжу на родину себе В Ивановскую область Вот Но там климат не очень Там очень сыро и душно Здесь более континентальный климат Поэтому мне здесь больше нравится Сочи Я была во многих городах в России Вообще, по мне, лучше за границей, если отдыхать Но из наших Сочи, Адлер Почему? Потому что, во-первых, Сочи – это молодежный город То есть там все съезжают Все, в основном, туристы Есть что посмотреть Экскурсия Ну, не знаю Красивый, ухоженный город Курортный именно На Байкал можно, я думаю, поехать Мне кажется, там Ну, не знаю Я проезжал проездом, видел Мне кажется, можно там отдохнуть Там природа определенная Куда еще? Ну, не знаю В Сочи, там, наверное, сейчас подготовка идет Полным ходом к 2014 Поэтому, наверное, там Не сильно отдохнешь В Питер Вот, в Казань Наверное, вот в эти два города Ну, в Питере очень много воды Там очень красиво И, к тому же, там, когда, например, выходишь на Финский залив Ну, это непередаваемое зрелище А Казань, она просто красивая сама по себе Лучше всего на дачу В своем родном городе Где-то за городом В наших В наших турбазах Наш воздух, наша природа Она больше поможет нашему организму Чем какие-то курорты В Суздаль Ой, чудесный город Там Замечательный Или Поднижний Новгород Там места совершенно классные Куда-нибудь на север А там не так жарко Мы продолжаем наш эфир Говорим сегодня про русские исторические костюмы И, напомню, телефон прямого эфира 202-11-22 Проходит у нас и фотоконкурс Подписываем фотографию Как-нибудь интересно Мило Может быть просто Хотите высказать свое мнение По сегодняшней теме Отдаем вообще просто Вот, если честно От всей души От чистого сердца Пригласительные билеты На концерт Юлии Славянской В Звезду 30 мая И билеты в кино, естественно Так что не стесняйтесь 202-11-22 Ну, здесь с нами по-прежнему Фольклорист, этнограф Елена Васюткина И Наталья Лосева Заведующая отделом этнографии Музея Алабина Мы продолжаем говорить про русские костюмы И решили, как и девочки все это все любят Бусики, сережки Так ли важно было в женском девичьем образе Как так нарядиться У вас вот бусики У Елены сложное пока для меня слово на букву Г Как оно называется? Это называется Гердан Гердан Вот, напомню, запишу Бусики, сережки, браслетики Как вот сейчас у нас принято Носили раньше? Носили в обязательном порядке И в достаточно большом количестве Надо сказать, что у мужчины Никогда не возникало вопрос Зачем женщине Новые, восьмые по счету Бусики Этого вопроса просто не возникало Вот если нужно ей Значит, это нужно И этим показывали Не только красоту женского костюма Но и достаток мужчины Значит, он может Ей позволить восьмые по счету бусики И сразу все на Все лучшее сразу на себе И в праздничном варианте Да, в праздничном варианте Там те же бусики Гайтаны Там какие-то подвески Они могли грудь закрывать В свадебном костюме Это все являлось оберегом Оберегом женщины Женщины именно в репродуктивном периоде Женщины-батери Закрывало грудь Не случайно Обязательно были украшения Серьги Самые различные А из чего они тогда готовились? Это мог быть металл Это мог быть Опять же, какая-нибудь красивая бусина Направленная Вот в тот же металл Это могли быть, допустим Варианты из бисера Очень красивые Могли такие Голубцы, серьги Вот быть Буквально А золото носили тогда? Вот золото было распространено нечасто Чаще можно было встретить Серебряные украшения В крестьянской среде Даже просто сталь, металл Вот это могли быть Такие украшения Я вот абсолютно равнодушна к золоту Может быть я не в том времени живу Ну, я вас прекрасно понимаю Я тоже абсолютно равнодушна Для меня ближе серебряные украшения Благо в традиционных промыслах Вообще по всей России Из серебра делались замечательные вещи Это вот как Ну, до сих пор Эмали Допустим, вот на Елене серьги На мне, допустим, тоже вот традиция изготовления Серебряных украшений Близких к этнографическим Обязательно были шейные украшения Как вот Лена сказала Гайтаны Бусы Всякие подвески И девочка уж Ну, я думаю, что первое украшение Там лет в семь-восемь Ну, хотя бы на верёчку Хоть одну бусинку повесить И, конечно же Это, скорее всего, была какая-нибудь красненькая бусинка Ну, чтобы не сглазили тоже девочку Понятно Вот То есть у нас совсем немножко времени остается Буквально две минутки У нас ещё здесь вот детский представлен Такой элемент, рубаха Да, это для девочки, для мальчика Это для мальчика Это тоже мужская рубаха Можете, да, достать её немножко Но это тоже как немножко Не совсем типичный вариант Это крестильная рубаха Поэтому она тоже вышита То есть сделана То есть это наверняка тоже ваше Да, это тоже наша Только нам уже мало она Понятно А вообще, в принципе, детская одежда Не очень много украшается То есть, как говорила Наталья Юрьевна Чем ближе к свадебному периоду Тем расцветает Тем больше Но при этом, например, наряд невесты первого дня То есть в котором она едет в церковь Он такой же, как у старухи Простой То есть абсолютно простой Белая рубаха, чёрный сарафан Поскольку невеста в данном случае Она как бы умирает в своём старом качестве девушки И потом уже как женщина она возродится И вот тогда она наденет красный сарафан Все 25 рядов бусиков И так далее Здравствуйте, я молодуха Да Как-то так Ну что ж, сегодня у нас получилась Достаточно интересная беседа Я хотела бы, наверное, спросить Как можно вообще в любые ли дни Прийти к вам посмотреть Потрогать ли Послушать ваши рассказы В музее именно В музее есть экскурсии По этнографической экспозиции И в музее также проводятся Различные занятия Где мы тоже занимаемся Освоением промыслов Так же, как и Елена В центре русской традиционной культуры Так что в любом случае Освоить что-то сделать для себя Можно всегда Ну и мы никогда не рассказываемся От консультаций И вопросов от посетителей Любой житель города Может обратиться к нам Ну что, я вас благодарю за то, что пришли Что принесли Не всё, может быть, мы успели показать Вам рассказать А это значит, что Обязательно ещё встретимся Обязательно устроим Такие-то посиделки Или, быть может, даже Какие-нибудь вечерки Присоединяйтесь к нам Спасибо, что были С нами здесь В прямом эфире Телеканал Самараги С вами была Юлия Черняева До встречи Редактор субтитров А.Семкин